Евгений Терафимович, на Ваш взгляд, в каких трёх самых главных реформах нуждается российский футбол на сегодня? Знаете, мы ведь сегодня спорим в основном о том, кто Зенит или ЦСКА станет чемпионом страны, или сколько иностранцев должно быть на футбольном поле, 7 или 6, а это значит осваивание денег, учитывая, что клубы не зарабатывают, а всё-таки, ну, большинство клубов в бюджетах страны находится, вот, и все вот эти вот споры, они несостоятельны с какой точки зрения, ну, золотая, ну, какого-то, да, вторая всё равно аукница, вот, уже во второй лиге, там, в Дальневосточном регионе, там, по-моему, 6 или 8 клубов всего будут участвовать, просто губернаторы, вот, аэдеры считают, что надо закрыть вот это, вот, раньше это называлось таким социальным проектом, ну, соберется народ, 3-2,5 тысячи, а потом выборы будут, а здесь губернатор, вот, я помог, там, понимаете, проголосуют за него, вот, здесь идёт разговор профессионалов, в принципе, и самое главное, когда-то, мало кто заметил, по-моему, после 8-го года, когда успешно выступили на чемпионате Европы, все футболисты сборной сказали, самые главные проблемы нашего футбола, это детский футбол, почему? Потому что каждый из них проходил это когда-то, на самом деле, это одно из тех, вообще, что самым главным является первым, это кто и как управляет футболом, понятно, что нужны деньги, кто может эти деньги привлечь, понятно, что не надо до управления самым процессом, да, людей от трубы газовой или нефтяной приводить и говорить, вы же знаете, как газ качать, ну, давайте теперь качать футбол наш будем там, а почему-то в исполкомах раньше сидели как раз эти люди, начальник РЖД, ВТБ, Газпрома, Ежесина и Степашин, который, ну, является болельщиком, и, слава богу, помогает футболу, но он являлся тогда счетной палатой, да, вот, и вопрос стоит, самое главное, управление футболом, как оно должно быть вообще, что есть человек, есть команда и есть работа вместе со страной, вместе с Кремлем на развитие футбола, мы же сегодня только латаем дыру 18-го года, как бы нам в 18-м году не обкакаться, как бы нам здесь тренеры думать, как игроки думать, ну, чтобы на нас не кричали, не орали, не свистел народ, и потом на улице там не забивали камнями, как в старые добрые времена там, предположим, это первое. Второе. Как нам офутболить страну? Для меня совершенно очевидно, что это не дело Спартака, где нам и лица искать, потому что не надо ничего выдумывать, надо просто все вернуть. Мы на спорт тратим деньги, футбол номер один спорт. Сегодня только ленивый не ругает футбол, потому что в других видах спорта мы добиваемся чего-то. Значит, надо опять вернуть, что в каждой деревне есть отделение футбола, где дети могут в свободное время приходить и спокойно не на тех уже полях, на которых мы играли, а на тех, которые сегодня уже существуют. Пускай это искусственные поля, значит, им надо дать эти искусственные поля, но не так, это много денег для страны будет стоить. В каждой деревне это должно быть. Потом, как бы, в районе должно, потом в области. Обязательно должны существовать сборные районы, сборные области, которые соревнования играют. Когда-то это было кожаным ничем, когда не участвовали те, которые играли в первенстве за Спартак, за Динамо, иметь в виду... То есть невоспытные детиши. Да, это жековские команды были. И там, кстати, по-моему, даже Загоев когда-то играл. Понимаете, в чем дело? Надо офутболить страну соревнований, и не ждать Старик Хатабыча, который вам завтра изменит. Старик Хатабыч, это или Слуцкий, или Черчесов, или Капелло. И потом говорят, ну, он ничего не понимает в футболе. Да все не понимают в футболе. У них нет материала. Дайте ему материал. Это первое. Вернее, уже второе. Это детский футбол. И третье. Система соревнований подвести под некий знаменатель, где все выстроено под то, чтобы сборная выстрелила, а не сейчас накупим на иностранцев, потратим деньги. И мы, Питер, лучше всех в мире. Мы, Спартак, или кто-то лучше в мире. В лучшем мире надо становиться стороной, по большому счету. Вот. И для этого нам нужно единственная вещь, это управление футболом, где бы профессионалы разрабатывали то, что надо сделать, в это вникали, это делали, а страна им об этом помогала. Вот ваш совет, как ветерана российского, советского футбола, новому главному тренеру сборной команды России. Да он правильно все сделал. Сейчас очень негативное отношение к тем игрокам, которые были там. Он на первый сбор сейчас не вызвал Мамаева и Кокорина, понятно, по какой причине. Это был бы и Сист и прочее. И при этом правильно совершенно сказал, почему этим ребятам надо закрывать пути к исправлению. К тому, чтобы они здорово играли в клубе, а потом пришли бы и, понимая свою ответственность за игру в сборной, рвали на футбольном поле и доказывали, чтобы народ их простил на самом деле. За игру, не за то, что они там пили. Пили и в наши времена пили. Но все говорят, вот если Стрельцов. Да вы играете как Стрельцов, вам все простят, в конце концов. И он сейчас обозначил состав, ну как бы второй слой вот этих среднего возраста ребят, чтобы посмотреть и показать в том числе стране. Ребята, а может мы без игры наше, если мы не можем обойтись, почему ему надо закрыть дорогу в сборную. Играть должны лучше. Поэтому он делает сейчас все правильно. И самое главное, надо поддержать и помочь. А Стрелька Хатарыча не надо ждать. Эта книжка надо читать. Ну вот сколько времени, на ваш взгляд, может занять реформа российского футбола сегодняшнего? Вы знаете, это зависит только от того, кто будет. У меня такое впечатление, что пока этим и не пахнет. У нас дыры в спорте в общем. Это ситуация с этими отстранениями сначала нормальных спортсменов, потом пара олимпийцев. И это вся история, и это вся история, как бы сказать, мы опоздали. Ведь когда только вышел этот фильм, этого гаденыша Германии, честно говоря, по-другому никак, да, то сразу надо было засудить его. Ведь там только слова, доказательств не было. А он теперь король. Или этот, как его, Макларен там, что такое? Мы-то не знаем этого. Ну тогда давайте фамилии, адреса явьте, только и всего. А так все юристы наши говорят, да мы должны там то-то-то. Идите и докажите. Я не юрист, елки-палки. Я только могу под жопу дать как следует ногой Макларену и этому немцу. А они сейчас с телохранителя приходят? А? С телохранителями? Ну, они боятся. Ну, вот, НК. Да, все. Ну, в общем, перспектива есть. Ну, если будут какие-то изменения, наверное, есть. Если не будет, мы будем опять собираться через два года и говорить, опять два года потеряли. Спасибо.